Ну что ж, весь этот день мы следим за тем, как продолжается, развивается кульминационная часть выборов, день голосования. И вообще много сегодня говорили о том, как это было, в каких аспектах все развивалось. Прямо сейчас мы вам предложим репортаж, который тоже своего рода кульминация, потому что все эти месяцы мы готовили для вас репортажи, цикл фильмов, в которых рассказывали о нашей независимости, о пути, который был пройден за это время. Надо сказать, что если говорить о том, что выборы в какой-то мере уже история, то это не история не только этого политического года, но в целом большого политического пути. Тех выборов, которые были раньше, и всех тех шагов, которые были предприняты до этого. Наш политический обозреватель Глеб Лавров объединил все эти данные и более подробно рассказал о том, как продвигалась вот эта нынешняя политическая кампания. Давайте посмотрим. Пятый в истории суверенной Беларуси избирательный супермарафон, имеющий полное право называться осенним, завершен. В кампании спокойно, по букве закона, проходившей на фоне мирового кризиса в экономике и политике, на фоне обострения военных конфликтов в соседних и далеких странах, на фоне сообщений о волнах беженцев во всем мире. В нынешней кампании у нас остается дождаться окончательных цифр и начала нового периода в истории нашего государства, творцами которой в эти дни все вместе стали те, кто пришел, каждый на свой избирательный участок. А вот в истории белорусского электорального процесса выборы-2015, прошедшие через 21 год после первых, вошли уже. Как первые. Настолько взвешенные, размеренные. В общем, именно что белорусские. По духу выбора. Что означает лишь то, что все мы в эти дни, в эти годы осознанно прошли проверку на государственное совершеннолетие. И в сравнении с 1994-м это показывают не только цифры явки и проценты голосов. Тогда больше половины заявляли, что не знают, куда движется страна. В этом году две трети участников опроса ответили. Движение в правильном направлении. А старт нынешнему этапу этого движения был положен 30 июля. В тот момент летом, в самый политический не сезон, принять участие в выборах планировали уже почти 73% опрошенных. Привлечь оставшихся, сориентироваться и активизироваться остальным помогли, в том числе и деятельные перемены. Изменения в избирательном кодексе. Новшества не только сделали компанию более открытой и буквально прозрачной, они обозначили ее либеральность. Для всех. Для кандидатов и для избирателей. Так, фонды, желающие занять главный пост, стало разрешено формировать из личных средств и добровольных пожертвований сразу после регистрации инициативных групп. А их лимит возрос до более чем полутора миллиарда. Собирать нужные суммы кандидатам должны были помочь, по мнению, например, Татьяны Короткевич, граждане, а по задумке Сергея Гайдукевича – бизнес. При этом стоит отметить, что буклет с информацией о претендентах каждому избирателю предоставил цикл, освободив от этих затрат самих кандидатов. Особую, но вместе с тем равную для всех возможность в этот раз удалось предоставить и слабовидящим. На каждом участке для голосования были приготовлены информационные материалы, отпечатанные шрифтом Брайля, а также другие дополнительные специальные средства и опции. На этих пятых выборах, на каждом пятом участке, появились прозрачные урны. А вот наблюдать за выборами в Беларуси могли 100% желающих от зарубежных экспертных организаций. В итоге цикл аккредитовал участников наблюдения, в том числе от СНГ и от Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ и от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также почти 38 тысяч представителей из Беларуси. Доступ к освещению процесса получили и более 9 сотен СМИ. И вот зарегистрироваться к 20 июля удалось вполне традиционному для Беларуси числу и кругу инициативных групп. К сбору подписей их было допущено 8. Виктора Терещенко, Николая Улаховича, Жанны Романовской, Татьяны Короткевич, Анатолия Лебедька, Сергея Калякина, Сергея Гайдукевича и Александра Лукашенко. Прошу голосовать. Кто за? И подписная кампания была отмечена многими, беспрецедентной доброжелательностью ко всем участникам. Активно использовались резервы и творческие, и технические, в частности, соцсети. Широко освещался данный этап в большинстве из самых различных средств массовой информации. Неудивительно, что о преодолении барьеров 100 тысяч автографов уже к середине срока заявила половина инициативных групп. Впрочем, некоторые к этому же времени успели также и отказаться от надежды обрести широкую поддержку масс. 21 августа к 19.00 в территориальные избиркомы были сданы листы от шестерых потенциальных кандидатов. Правда, преодолеть заветный рубеж удалось лишь четырем из них. В лидерах казались Николай Лохович, у которого было 149 819 подписей, и действующий белорусский лидер, на подписных листах которого остался 1 753 380 автографов. Я вас еще можно? Нескромно, пожалуйста. Пожалуйста. А сентябрь стал урожайным на пикеты и встречи кандидатов со своими избирателями. После публикации программ для их разъяснения, ответов на вопросы, да просто, чтобы пожать руку и сделать модное селфи со всеми, избирательные штабы организовали более полутысячи акций на местах. Посетили лично или были представлены доверенными лицами участники гонки более чем на трех сотнях пикетов. Прошли и теледебаты претендентов. В прямом эфире «Беларусь-1» начинаются дебаты кандидатов в президенты Республики Беларусь. Все кандидаты получили равное эфирное время, во время которого показали себя, как говорится, и городу, и миру. Итогом стал закономерный, по мнению экспертов, рост числа желающих проголосовать. На 22 сентября более 86% беларусов заявляли, что придут к Орну. Помогло в этом и досрочное голосование, доступное 6 октября. В течение пяти дней по семь часов участки были открыты для тех, кто в итоговый день по разным причинам прийти не смог. И вот и предварительное и окончательное голосование подошло к концу. Выбор сделан. И сейчас, в этот день, но также в каждый последующий, каждый, принявший участие в осеннем марафоне, уже точно может сказать «Мой голос был услышан». Именно мой голос стал решающим. Для Беларуси. Глеб Лавров. Информационный канал. Главный эфир.